Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ новости. В студии для вас работает Гульмира Тимиргалеева. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о главном. Сезон открыт. 15 тысяч тонн сахара намерен произвести в этом сезоне Аксусский сахарный завод. Первая партия свеклы уже поступила в переработку. А у нас во дворе. Сразу на 14 дворовых площадках Талдыкургана ведется реконструкция. Отключили свет – идите в энергонадзор. В области участились случаи незаконного отключения потребителей от подачи электроэнергии. В ходе визита в Алматинскую область первый заместитель председателя партии Нур-Отан Бауржан Байбек встретился с лидерами общественного мнения. С ними он обсудил предвыборную программу партии на 2021-2025 годы. Программа партии нацелена на повышение благосостояния населения области. В ней предусмотрены конкретные меры на предстоящие пять лет по всем ключевым направлениям. ЖТСУ является экономически устойчивым, комфортным для проживания регионом. Он также социально ориентированный, безопасный регион с богатой историей и культурой. Для реализации самых лучших молодежных проектов область самая удобная. Вместе с тем большие наметки сделаны и в сфере сельского хозяйства, отметил в своей речи о Кималматинской области Амандах Баталов, озвучивая программу партии. За 2021-2025 годы будет реализовано 35 прорывных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,3 трлн тенге. Среди них есть проекты с участием транснациональной компании. Часть из них мы уже ввели в эксплуатацию, часть на сегодняшний день на стадии проработки. За счет их реализации планируется создание еще дополнительно 134 тысяч рабочих мест. И увеличит объем несыроевого экспорта ежегодно на 5-6%. 20 лет ведет активную работу в стране партия Нур-Утан. В этом году внесены изменения в ее систему, которые позволят усилить деятельность в регионах и повысить контроль за эффективностью работы госорганов. Только с начала года партии рассмотрено более 3000 заявлений от населения. По словам первого заместителя председателя партии Нур-Утан, усиление обратной связи между обществом и властью, системное взаимодействие с неправительственными организациями и активизация работы с молодежью сегодня дают возможность кардинально изменить подходы к работе. Это не просто обещание, это просчитанная программа, сказал на встрече Бауржан Байбек. Мы предлагаем на выборы предстоящие, которые пройдут конституционные сроки. Если население поддержит нашу программу, то партия Нур-Утан будет все это держать на контроле. Что важно, что партия Нур-Утан меняется вместе со временем. Партия Нур-Утан в рамках своей программы «Доверие, диалог, уверенность в будущем» мы начали процесс перезагрузки. За год где-то 227 тысяч человек исключили из партии. То есть нам важно не количество, нам важно качество наших партийцев. Провели чистку рядов. Самое главное, мы очень многие вопросы заново начали рассматривать. Очень важно, чтобы наши общественные приемные принципиально и жестко рассматривали вопросы, действительно представляя интересы людей. Именно поэтому впервые были организованы первичные выборы «Праймериз». Благодаря такому отбору каждый рядовой член партии принял участие в выборе достойных людей, которые должны включиться в решение самых актуальных проблем общества. На сегодня в Алматинской области на участие в «Праймеризе» подали заявки 1050 претендентов. В среднем на одно место в области претендует по три человека, средний возраст которых – 43 года. Порядка 37% претендентов – женщины, 30% – молодежь до 35 лет. Вот эти квоты дают возможность, социальные лифты для нашей молодежи, для наших женщин. Поэтому «Праймериз» – это здоровая, открытая конкуренция идей, взглядов, мнений. У нас 840 тысяч членов партии. У каждого члена партии есть свое мнение, независимо, министр он, чабан или строитель. Мы выберем наиболее достойных по принципу сильной лидеры, сильная партия. Как сказал президент страны Хасымжамар Тукаев, мы должны быть слышащим государством, оперативно реагировать на критику и конструктивные предложения граждан. Именно этого придерживаются и члены партии, подытожил встречу первый заместитель партии Нур-Отан. И максимально ответил на все вопросы нур-отановцев Алматинского областного и Талдыкурганского городского филиалов. Стартуем. Сегодня к приему сахарной свеклы приступил Аксусский сахарный завод. В этом году предприятие планирует переработать более 100 тысяч тонн сладкого корнеплода. Берег Теншпаев – один из ведущих аграриев Аксусского района. Последние 4 года культивирует сахарную свеклу. По его словам, осваивать культуру в регионе очень выгодно. Есть рынок сбыта и активная помощь со стороны государства. В этом году посеяли 4 вида семян. Мы получили их через СПК ЖТСУ. В рамках поддержки свеклосеющих хозяйств мы получили 35% субсидий. Также мы получаем гербициды. Субсидий на них составляет 25%. Ещё нам предоставляются минеральные удобрения и удешевлённое топливо. В целом поддержка очень хорошая. За счёт неё мы из года в год увеличиваем площади посева. Начинал я с 15 гектаров. Сейчас довёл до 120. Со вчерашнего дня начали сбор сахарной свеклы. У нас 83 хозяйства в этом занято. 11 округов занимаются именно сборочным сеянием сахарной свеклы. В этом году у нас по плану 3167 гектаров сахарной свеклы посеяли. В настоящее время в районе функционируют 6 сервисно-заготовительных центров. В том числе 4 хозяйства полностью обеспечены техникой. Идут как сервисно-заготовительные центры. В приёмной компании руководство Ахсукан-Заотов подготовило 6 кагатных полей. На них одновременно может храниться 85 тысяч тонн сахарной свёклы. Что касается готовности самого предприятия, то на объекте проведён капитальный и текущий ремонт оборудования. На данный момент обновлено 80% оснащения. Были работы произведены по четвертой линии полностью. Сокоочистительный цех, продуктовый цех и перерабатывающий цех. Более того, мы в этом году сделали два котла, полностью ремонт прошли. По модернизации по третьему этапу мы на следующий день в прошлом году поставили и запустили сторны. Это пресса глубокого отжима жома. В этом году она полностью будет работать. Получается, у нас жом, прессованный жом. В тюках будем хранить, имеют хранение, 12 месяцев хранения мы будем. На сегодняшний день на заводе работает около 238 человек. Все задействованы на ремонтных работах, на приёмке свеклы, механизаторы. Во время работы завода работают у нас примерно 550 человек полностью. Переработку по мере набирания десятилетного запаса свеклы на кагатном поле запускаем завод. По словам руководства завода, в этом сезоне предприятие планирует переработать более 100 тысяч тонн сладкого корнеплода и произвести порядка 15 тысяч тонн сахара. В целом, за первый день приёма на завод поступило более 600 тонн урожая. Дворы под ключ. Воркаут-площадки, футбольные мини-поля, малые архитектурные формы. До конца текущего года 14 дворовых площадок Талдыкургана модернизируют по программе «Дорожная карта занятости». Дворовая площадка в микрорайоне Жастар – одна из самых больших по территории. Капитальный ремонт здесь ведётся впервые за 40 лет. Отметим, строительные работы подрядная организация ТОО «Голден Сити» ведёт с учётом пожеланий жителей микрорайона. По обновлённому плану здесь появятся воркаут и детская площадки, футбольное мини-поле, зона отдыха с зелёными насаждениями и малые архитектурные формы. В этом году у нас проводится благоустройство двора. По идее, у нас с 2003 года не было никаких ремонтных работ. У нас были всё старые, рухлино, железные качели. В этом году в «Голден Сити» компания нам проводит работ благоустройство для наших детей. Надеюсь, всё будет сдано в срок, и наши дети будут здесь проводить свой досуг. В текущем году по плану модернизируют 27 дворов областного центра. Часть из них – 14 объектов по программе «Дорожная карта занятости». Сумма проекта – порядка 537 миллионов тенге. Активными мерами занятости к работам привлечены около 50 человек. Ремонт остальных 13 дворов осуществляется за счёт средств местного бюджета. В текущем году из 27 дворовых площадок на 14 ремонт идёт по программе «Дорожная карта занятости». Одна уже сдана в эксплуатацию. Также при планировании проектов учитывалось мнение жителей города. К примеру, там, где много несовершеннолетних детей, строили в основном детские игровые зоны, где есть подростки, воркауты и спортивные площадки. В целом, все архитектурные формы и игровые модули соответствуют международным стандартам. По проекту, кроме обновления самих площадок, предусмотрено освещение, новые пешеходные дорожки. В приоритете также безопасность детей и подростков. Каждая игровая зона имеет ограждение. На земле – тартановое покрытие. В эксплуатацию площадки будут введены до наступления зимних холодов. В Алматинской области участились случаи незаконного отключения потребителей от электричества энергоснабжающими и энергопередающими организациями. Представители Департамента госэнергонадзора сообщают, свет неплательщикам должны отключать только после письменного уведомления потребителя не менее чем за 30 календарных дней. В случае незаконного отключения электрической энергии потребителю следует обратиться с жалобой в департамент госэнергонадзора по адресу город Талдыкурган, улица Булашак-1 или по электронному адресу, который вы видите на экране. К примеру, потребитель за использованную электроэнергию с сентября месяца должен произвести оплату не позднее 25 октября. В случае отсутствия оплаты, энергоснабжающая организация направляет письменное уведомление и вправе произвести отключение не ранее 25 ноября. В двух районах североказахстанской области зафиксирован мор домашней птицы, сообщает корреспондент Хабар-24. Падеж в личных подворьях региона превысил 15 тысяч голов. Вместе с данными от птицефабрики число погибшей птицы перевалило за 198 тысяч. По-прежнему на карантин закрыты 18 сел области. К концу дня выйдет постановление о закрытии 11 деревень. Вакцинирование продолжается. Привито почти 230 тысяч голов домашних пернатых. У трехмесячного ребенка в Ахтубе выявлен коронавирус. Его родители обратились к врачам после того, как у малыша появились симптомы ОРВИ. После проведенного обследования наличие опасной инфекции подтвердилось. В данное время ребенок находится в инфекционной больнице. Все контактировавшие с ним взяты под медицинское наблюдение, а в очаге инфекционного заболевания провели дезинфекцию. Следует отметить, в сентябре это первый случай заражения ребенка коронавирусом в Актюбинской области. Мини-трактор из металлических отходов собрал школьник Жамбылской области. В комплектации необычной сельхозтехники использованы детали старых автомашин. Миниатюрный трактор отличает не только габариты, но и мобильность, и простота эксплуатации. Он может стать незаменимым помощником в сельском хозяйстве, а также во время уборки снега или мусора. К слову, на сборку мини-трактора ушло около года. Сейчас его адаптируют для агропромышленного комплекса. Проект курируют специалисты Центра технического творчества. Права молодых педагогов намеренно защищает профсоюзная организация Алматинской области. Этой теме в Центре обслуживания молодежи был посвящен круглый стол. В ходе совещания была озвучена проделанная работа в этой сфере. По словам руководителя профсоюза, необходимо принять меры по повышению статуса молодого педагога. Не должно быть снисходительного отношения к специалисту. Кроме того, подъемные должны быть выплачены своевременно. Остро стоит и вопрос с обеспечением жилья. Дополним, свыше 300 молодых учителей за последние два года стали участниками госпрограммы с дипломом в село. Квалифицированная молодежь отправилась в аулы для обучения сельских ребятишек. На этом совете мы рассматриваем все проблемы молодежи, работающих в селе, работающих по программе с дипломом в село. Здесь у нас как бы круглый стол, откровенный разговор между молодежью и нашим профсоюзом. Они здесь свободно выражают свои мысли, свои предложения. Мы это все потом притворяем в жизнь. Семейные традиции. Вот уже более полувека передается нематериальное наследство двух поколений династии учителей Талдыкурганского региона. Это наследство – призвание. Своей историей потомственный учитель поделился с нашей съемочной группой. Средняя школа номер 11 имени Берликожанова в поселке Еркин – одна из обычных сельских школ. В ней работает человек особенной профессии – учитель начальной школы Алия Дюсимбекова. Вот уже более полутора десятков лет она открывает дорогу детям в мир знаний. Выбор профессии для Алии не случайен. Ее мама отдала педагогической деятельности более 40 лет. Моя мама была преподавателем казахского языка. Она передала мне любовь к профессии учителя. Я была практически с пеленок погружена в школьную атмосферу – тетрадки, фотоальбомы, разговоры о школе. Поэтому выбор профессии был уже предопределен. И хотя работа учителя начальных классов – это очень большой и ответственный труд, я ни разу не пожалела о том, кем я стала. Учитель начальных классов – это призвание, уверена Алия Дюсимбекова. Ведь работать с детьми, быть для них и проводником в мир знаний, и массовиком-затейником, при этом оставаться образцом нравственности – под силу не каждому педагогу старших классов. Алию искренне любят ее подопечные. Сегодня мы на уроке изучаем цифру 8. Алия Апай – хорошая и добрая учительница. Она мне очень нравится. Она многому нас научила. Алия Дюсимбекова горячо влюблена в свою работу. Она убеждена, учитель начальных классов – это фундамент всех профессий. Это состояние души. Это постоянное саморазвитие. И физическое самовоспитание здесь играет немаловажную роль. А ее увлечение волейболом, считает Алия, повышает работоспособность и внимательность. Стоит отметить, школа, в которой трудится наша героиня – пятикратный победитель в соревнованиях по волейболу среди учителей. В этом есть и личный вклад Алии. Алия Алихановна своей отзывчивостью и стремлением к совершенствованию преподавательских навыков находит ключ к сердцу учеников и родителей. Активно участвует в общественных работах, образовательных конкурсах областного и республиканского масштаба. Применяя в них учительский опыт, занимает призовые места. Мы гордимся тем, что в наших рядах есть такие учителя, как Алия Алихановна. Учитель с большой буквы. Мы надеемся и верим, что подрастающее поколение будет брать с нее пример. Главное в моей работе, говорит Алия, это успехи учеников. От их маленьких побед я испытываю радость и удовлетворение. Евгения Присяжная, Кайрат Кастурганов, Телеканал ЖТСУ. Ученые ЕС сохраняют древние ремесла. Специалисты европейского исследовательского проекта Мингэй привезли в пастушью хижину новые технологии. Их цель зафиксировать и описать предметы, приспособления сыроварни, а также жесты мастера. Ученые интересуются и более широким контекстом, культурно-географическими особенностями местности, в которой зарождался и развивался этот тип ручного труда. Наряду с производством сыра в базе данных ученых такие традиционные ремесла, как вязание и окраска шерсти, стеклодувные работы и производство керамики. Коронавирус больно ударил по европейской фестивальной жизни, что привело к отмене многих крупных мероприятий и концертов. Однако фестиваль классической музыки в грузинском Цинандале перед пандемией не отступил. Его организаторы сумели адаптировать музыкальный слет к требованиям новой нормы. Любители классики наслаждались насыщенной программой, украшенной выступлением таких мастеров, как пианистка Марта Аргерих и скрипачка Лиза Батяшвили. Гости фестиваля явно не были разочарованы. Любители классической музыки уже загадывают, как приедут в Цинандале в следующем году. Власти Ирана предупреждают, санкции могут обернуться ростом притока наркотиков в Европу. Исламская республика граничит с Афганистаном, крупнейшим в мире производителем зелья. Пока что иранские спецслужбы стараются ставить надежный заслон. По данным ООН, за последние 30 лет четверть конфискованных во всем мире героина, морфина и три четверти опиума были перехвачены именно в Иране. Но в Тегеране заявляют, что международное давление может ослабить решимость и желание служить барьером на пути афганского наркотрафика. До чемпионата Казахстана по боксу осталось два месяца. Первенство страны пройдет в городе Усть-Каменогорск, где соберутся сильнейшие представители регионов. Сборная Алматинской области намерена привезти домой не менее пяти золотых медалей. Мирас Ертанов – восьмикратный чемпион области, дважды серебряный призер чемпионата Казахстана. Ранее имя талантливого боксера уже звучало на весь Казахстан. Спортсмен победил первое в истории страны спортивное реалити-шоу «Патриот Казахстан». А совсем недавно, 23 сентября, боксер дебютировал в первом профи-поединке против Адлеты Домешева в рамках турнира МТК «Глобал Голден Контракт». Ертанов одержал победу раздельным решением судей, тем самым прошел полуфинал. Победитель проекта получит контракт с компанией МТК «Глобал», который предоставит возможность выступать на международной арене. «Я участвовал в весовой категории до 69 килограммов. В моих планах успешно выступить в полуфинале, чтобы получить контракт с промоутером МТК «Глобал», а также завоевать титул чемпиона Казахстана. Конкуренция очень высокая, но я постараюсь сделать все возможное для успеха». Сейчас Мирас Ертанов тренируется вместе с командой. На прошлой неделе сборная прошла учебные тренировки, а сегодня спортсмены занимаются в спорткомплексе «Уркен». Стоит отметить, что все боксеры, вошедшие в состав команды региона, являются неоднократными победителями и призеры соревнований различного уровня. И потому главный тренер возлагает на ребят большие надежды. «Член сборной Казахстана был Несемчан Жандос, 49 килограмм. Махашпаев Нуржан, 63 килограмма. И Мирас Ертанов в этом году 63 килограмма. Будем еще работать, надеемся. Подъезжаем. Подъезжать будем. «Потихоньку идет плановая работа на чемпионат Казахстана. Допустим, не форсируем. Сейчас ударные силы действительно работаем. Хотим еще провести матчевую встречу с другими городами, если получится». За столь короткий срок, два месяца, спортсмены должны подготовиться основательно. В планах пройти еще один учебно-тренировочный сбор в городе Алматы. Главная цель – войти в национальную команду Казахстана. Это были все новости к этому часу. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин